Привет, с вами доктор Влад и опять мы обсуждаем Керченский вот этот пролив, вернее кризис Керченский или Азовский, его по-разному называют. Я уже выражал свое мнение и вот сейчас мнение... Опять уши торчат, да что так? Гришка! Вот подлеца, вот заладил, на кровать лазит. Отвлекся я, значит я уже выразил свое мнение. Вот сейчас Совбез ООН на экстренном заседании заблокировал повестку, предложенную Россией по конфликту в Керченском проливе. Четыре голоса были за, четыре против, семь... Нет, четыре за, четыре воздержались и семь против, да? Правильно все. Ну, в общем, Дмитрий Полянский, заместитель постпреда России при ООН, выразил возмущение. Ну, а что ж теперь делать? Вот так. То есть отказались вообще, не то, что вообще рассматривать вопрос, а отказались рассматривать вопрос в российской формулировке. Ну, то, что украфашисты и прочее, знаете, как Россия формулирует. Вот. Так, дальше. Вот интересная статья. Великая победа над буксирами. Ну, на самом же деле, а? Ну, господи, украинские буксиры хотели проплыть мимо гордых берегов, но их протаранили, обстреляли, задержали, чтобы ты, народ российский, с обчищенными Путиным пенсионной реформой карманами мог и дальше спокойно работать. Твои границы на замке. Ну, конечно, позорище, да? Позорище. Совбез ООН, а это я уже говорил, да? Заблокировали российскую повестку. Вот, о чём я тоже уже упоминал, но вот здесь конкретно. В Конгрессе США призвали Трампа осудить Россию. Не обсудить, а осудить. Вот так вот. Это какой-то конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал Трампа поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине. Да нечего вообще с ним встречаться, ну, господи. Ещё перепачкается. Хотя Трамп тоже. Керченский, о, как называют, Керченский кризис. В США Трампа требуют немедленного лишения в отношении Путина. Ну, вот опять. Ну, это, в принципе, то же самое, да? Единственное, что вот на сайте дипломата указано, что Россия должна немедленно восстановить свободу передвижения через Керченский пролив. Ну, вообще-то уже сделали это всё. Уже всё сделали. Так. Пусть Путин, Лавров, Шойгу и Косачёв не делают вид, что не читали этого договора. Вот Борис Вишневский, депутат ЗАГС Собрания, фракции Яблока. Вот он целиком этот договор по Керчи выкладывает. И что, в общем-то, все могут плавать беспрепятственно. Ребята. За Российскую Федерацию Путин, за Украину Эл Кучма. Вот так вот. Ключевые слова свободы судоходства и мирные средства разрешения конфликтов. И пусть Путин, Лавров, Шойгу, Косачёв и путинские пропагандисты не делают вид, что они всего этого не знают и договоры или Конституцию не читали. Свобода судоходства цинично ограничена. Ребят. Вот что сказано, то сказано. И так оно и есть на самом деле. А вот интересно, это немножко в стороне. Сергей Удальцов подал иск Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву на миллион рублей. А за что, интересно? А, моральный вред, нанесенный в результате пенсионной реформы. Удальцов подчеркивал, что считает себя лично глубоко оскорбленным и надеется, что другие россияне тоже будут судиться с властями. Закон будет с 1 января. Ну, посмотрим. Да хотя, что смотреть. Ничего не будет. Мощный пожар в центре Петербурга. Огнем охвачена галерея элитных бутиков. Вот почему-то вот бутики и все горят. Какие-то торговые центры. Чего они горят-то? Горят что-то. Вот ни с того ни с сего взяли. Загорелись. Украинский Ощадбанк отсудил у России более миллиарда долларов. Эх и ничего. За присоединение Крыма. Вот так. Вынес арбитражный суд. В Париже такое решение. Сумма составляет почти полтора миллиарда плюс проценты, которые будут начисляться до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию до конца. Вот так. Интересно. Да, куча. А, ну вот это горный. Горный здесь. Ой, Украина объявила России войну. Ну да. Ага. А как же? Что? Какие могут быть последствия? Введение новых санкций против России. Да это как пить дать. Усиление натовской группировки вдоль границ России на западных и южных границах. Правильно. Полный разрыв дипотношений. Ну это вряд ли. Введение визового режима. Ну и так далее. Ну правильно. Вот тут Антон Олег. Война. Да уже четыре года война. Статья. Он пишет. Я выражаю свое невероятное удивление по поводу ажиотажа. Типа того, что шестер ранено. А тут, значит, в Донбассе там вообще мясорубка. Вот он путает одно с другим. Антон Олег путает. Что там Россия говорит, нас там нет, нас там нет. А здесь она пузо вперед поперла. Вот. Конкретные военные корабли. Это разница. Надо чувствовать разницу. Ну и напоследок вот так вот. Да. Компот. Да. А компот. А вот компот. Минздрав готовит законопроект о повышении возраста, продаже алкоголя до 21 года. Ну как в Америке. Все бы делали, как в Америке, а. Вот все бы делали. Нет вот какие-то кусочки. А вот в Америке-то, а кому надо, тот купит. Вот в Америке не купит. Ну вообще-то тоже можно кого-то уговорить туда-сюда. Но все-таки здесь с этим очень строго. Потому что в Америке законы соблюдаются. Вот. А в России, ну, есть законы. Ну и что? Ерунда это все. Ладно. До свидания. До будущих приятных встреч. Доктор Влад с вами. Надо отдохнуть немаленько.